Здравствуйте! Меня зовут Елена Ивановна Широкова. Я народный мастер по изготовлению воронежской традиционной глиняной игрушки. И сейчас мы готовим конкурсную работу. Моя задумка такая. Я хочу собрать сказку и объединить всех героев в игровой набор. Для кого этот набор? Для детей с раннего возраста, с трёх лет. Что будет делать ребёнок? Ребёнок может играть фигурками, может свистеть, может играть в сказку, может слушать сказку. Если он очень маленький, мама ему расскажет сказку и покажет. Центральным объектом в этой композиции будет домик в виде горшочка. Или горшочек в виде домика. Предварительно я сгончарила за гончарным кругом вот такой горшочек с крышечкой. На верхушечке у него сидит гусь, гусь-лебеди. Вот такой хваток. На самом горшочке мы видим яблоню, печку, домик и речку. То есть всю сюжетную линию нашей сказки с центральными персонажами. Этот горшочек нам послужит не только для рассказывания сказки, но ещё в него можно сложить игрушки. То есть достали с полки, поиграли, сложили и убрали. Помимо горшочка в сказке будут главные герои. Мама, папа, сестричка, братик и бабьяга. И сейчас мы их будем лепить. Я подготовила глину. Это наша воронежская глина. Воронежский край богат залежами глины. В Семилукском районе у нас работают два огнеупорных завода. Глину я готовлю сама. Отличается она тем, что богата органикой, но после обжига превращается в белую глину. По которой очень красиво можно расписать игрушки. Ещё мне нравится то, что наша глина даёт очень красивый звук. И свистольки получаются с красивым, хорошим звуком. Значит, у нас заготовка в виде такого вот столбика, из которого мы будем раскатывать наши фигурки. Сейчас я переведу камеру, чтобы было хорошо видно мою рабочую поверхность.